Президент Республики Беларусь Республики Беларусь Республики Беларусь Республики Беларусь Республики Беларусь Республик Беларусь Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована Славянскому базару. Три десятилетия назад мы начали путь через искусство к миру и взаимопониманию. И нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников более чем из 70 стран мира. Когда на карте появились новые славянские и евразийские государства, когда в истории разных народов началась новая эпоха, людям, растерянным, оторванным друг от друга, как никогда нужна была надежда на сохранение духовных и братских связей. Эту надежду подарил наш фестиваль. Он дал всем уверенность в будущем, фундамент которого был заложен советскими традициями межнационального мира. Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена, но мы берегли славянский базар. И вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей. Неудивительно, что фестиваль укоренился на земле, которую по праву можно считать колыбелью белорусской самобытности. Витебщина, подарившая нам Шагала, Пена, Асбура, Быкова и Фраткина, стала центром притяжения для творческих людей в 21 веке. Сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетнейший международный конкурс именно профессионального вокального мастерства. Подчеркну, конкурс профессионального мастерства, а не шоу технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства. Потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды. И как бы ни корчились в инсинуациях критики государственной и моей личной поддержки Славянского базара, мы его отстояли и ни разу не пожалели, что ежегодно проводим этот замечательный фестиваль. И открываем его именно так, как сегодня. Приезжающие сюда... Приезжающие сюда артисты, художники, ремесленники из разных стран и континентов всегда говорят на одном языке – языке дружбы, искусства и творчества. И поэтому нити Славянского базара продолжают связывать людей в мире, который уже давно не был так разделен, как сейчас, и не только пандемией и гибридными войнами. В то время как некоторые государства строят заборы, разделяя людей колючей проволокой, Беларусь распахнула свои двери для друзей. Билет на фестиваль позволяет посетить нашу страну гражданам 74-х государств без виз. Ну а друзьям Беларуси приглашение никогда и не требовалось. Мы всегда рады гостям, по-белорусски рады. И в сотый раз повторяем – приезжайте, посмотрите на нашу страну. Нам есть чем гордиться и чем вас приятно удивить. Эта сцена помнит великих Владимира Мулявина, Людмилу Зыкину, Игоря Лученко, Эдиту Пьеху, Мишеля Леграна, Андрея Петрова. Она стала стартом для яркой карьеры популярных артистов Таисии Павалий и Русланы, Петре Аилфимова и Алены Ланской, Димаша и многих-многих других. Здесь каждый год делают свои первые творческие шаги участники детского музыкального конкурса. Это будущее наших стран. Ведь в конечном итоге все это происходит для того, чтобы сохранить преемственность поколений, осветить путь творческой молодежи, показать лучшие примеры, но в то же время дать пространство для реализации новых идей и направлений. И мы верим, что наша молодежь напишет еще много ярких страниц в жизни фестиваля, достойно продолжит начатое нами. Пусть в новом формате, пусть даже на непонятном нам языке, но с той же светлой целью – через искусство, к миру и взаимопониманию. Фестиваль уличного искусства, выставки, спектакли, представления и ярмарки народных мастеров – все это на 30 различных площадках Славянского базара. И он живет и развивается, объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство. Единство. Подчеркну это еще раз, чтобы вы понимали. И не только пришедшие здесь. Вы-то 7 тысяч сидящие здесь все прекрасно понимаете. Я хочу, чтобы вы услышали те. Раздражает их наше действие. И дело здесь не в диктатуре. Дело здесь не в том, что страна не такая. Абсолютно не в том. Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народу. Мы им можем сказать, что тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Беларусь своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и телеграм-каналов, мы им должны сказать, приезжайте к нам, дверь открыта, заблудшим, очумевшим. Посмотрите на нас. Но несмотря на все преграды и препоны, на все обстоятельства, с этой сцены звучат три братских, вашеславянских языка. Белорусский, русский и украинский. Но мы не против языка международного общения. Пожалуйста, разговаривайте на любом языке. Мы никому не закрываем рот. Но основа – это наша, славянская, мужественных славян, эти три прекрасных языка. Нас в последнее время, как вы видите, качают, пытаются оторвать, разорвать. Пытаются нашу, родную Украину оторвать от этого единства. Но вот эта девушка молодая – свидетельство того, что у них ничего не получится. Мы как были, так и будем вместе. И эти великие языки звучали и всегда будут звучать, потому что они принадлежат народам. Мы, присутствующие здесь и, прежде всего, белорусы, как и прежде, с этой культурной площадки призываем страны и нации возводить мосты, а не стены. Свято хранить славянское братство, укреплять дружбу со всеми государствами мира. Ежегодные специальные награды и премии – это лишь малая часть признания того вклада, который на деле вносят творческие люди в укрепление связей между народами. С золотыми буквами вписаны в историю фестиваля имена драматурга Алексея Дударева, народного писателя Беларуси Ивана Шемякина, народных артистов России, Беларусь Алексея Петренко и Владимира Гостюхина, дирижера Михаила Финберга, народного художника Советского Союза Михаила Савицкого, композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова и, конечно же, первого директора фестиваля Родиона Басса. Эти люди и в этом их особенность никогда не пытались приспособиться под политическую или какую-то иную конъюнктуру, не ловили хайп, а были настоящими подвижниками искусства, послами мира и дружбы. Дорогие друзья, я хочу сказать от всей души спасибо артистам и организаторам, жителям и гостям Витебска, всей большой семье фестиваля за то, что, как и 30 лет назад, мы чувствуем эту удивительную атмосферу праздника и народного единства. С юбилеем «Славянский базар» объявляю юбилейный 30-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова